Я очень любил свою мать. Неимоверно. Отец все время пропадал на работе и его почти не видел. Но все говорили о нем хорошо. Мне казалось, только я один не понимаю, чем он хорош так. Правда, каждое воскресенье он старательно беседовал со мной. Но в его понимании мне всегда было года на три меньше. Он умер в день моего рождения. Мне в тот день исполнилось 12 лет. На кладбище собралось много людей. Все говорили, какой он замечательный человек был. Может быть. Не спорю. Но только он умер, а в моей жизни ничего не изменилось. Только беды стали. Победнее. А мама была для меня всем веселая, добрая, смешная. Мы всюду ходили с ней вместе, как обезьянки-неразлучники. Потом появился один мужчина. Один человек. И она забыла про меня. Зачем? Он был совсем не молод. Некрасив. Постоянно напевал и тихонько какие-то песенки. А по вечерам в соседней комнате я слушал, как они танцевали вдвоем. Когда началась война, его в армию не взяли. Так куда ему? В армии он близорук был. Настолько, что кота от собаки не мог отличить. Хорошо, хоть не очень паниковал. Не совсем нудный был. Не очень переживал, когда бомбежки были. Начался голод. Я видел, как они слабели с каждым днем. Об одной в год вообще плохо стало. Знаешь, мне было жалко их. Но я не мог забыть его. И вот в один день, когда стало совсем плохо. Я увидел, как она подсунула ему кусочек своего хлеба. Он ничего не заметил. Взял и съел. С каждым днем она становилась все слабее и слабее. А он был близорук. Он из-за близорукости не мог понять, размер порции я-то видел. Он даже когда умирал, смотрел в его сторону. Хотя последние слова были сказаны мне. «Ты смотри за ним, Леонидик». Раньше-то он не очень меня замечал. А теперь вдруг все изменилось. Стал рассказывать мне истории всякие из своей жизни. О том, как ему жилось тяжело, пока он не встретил ее. Даже иногда песни пел мне те, которые ей напевал. Однажды он очень долго-долго смотрел на меня и сказал, «Ты удивительно похож на нее, Леонидик». И с тех пор, с того дня он начал подсовывать мне свой хлеб. Я не брал, а он очень переживал и никак не мог успокоиться. И так здорово радовался, когда ему удавалось обхитрить меня. Я понимаю, что я должен был все простить им, полюбить этого человека. Но я не мог. И вот уже перед самой своей смертью он все понял и попросил прощения. Но я не мог забыть его. Когда он умер, я заплакал. Простить не смог. Не могу. Вот так я и узнал, что такое любовь.